Здарова, друзья! Помнится, перед Новым Годом я обещал вам, что поскольку мой канал по большей части посвящен играм, то отдельные обзоры на фильмы я больше делать не буду, а сразу буду рассказывать вам о целой куче лучших и худших фильмов, которые я посмотрел за последнее время. Так-то оно все звучит хорошо, но перед написанием этого текста я словил себя на мысли, что чтобы подробно и в деталях рассказать о каждом просмотренном мною фильме понадобится очень много времени, поэтому я буду вещать максимально коротко. Не ждите здесь развернутой критики или подробного описания, просто смотрите, слушайте и возможно подберите себе для просмотра парочку фильмов. Ах да, ну и поскольку сейчас у нас самое начало года, в видосе будут не только фильмы 2018, а и 2017 года. Для кого-то танки до сих пор выглядят так, для кого-то так или даже так. Кто-то запомнил их такими, ну в общем всякое бывало, но только в игре World of Tanks ты узнаешь, какими бывают танки на самом деле и на что они способны в умелых руках. Так что выбирай машину по вкусу, но не забывай, что при регистрации нового аккаунта по ссылке в описании ты получаешь премиальный танк М22 в подарок. Начну, пожалуй, с самой громкой премьеры последних дней, а вернее уже недели. Черная пантера. Я сходил на премьеру фильма еще 15 февраля и потом лишь удивлялся тому количеству рекордов, которые она умудрилась побить. Как и обещал, вникать во все я не буду. Наверняка вы и так уже все это знаете, если конечно подписаны на мою группу ВКонтакте. В общем, Черная пантера стала самым высокооцененным фильмом в истории кинематографа по рейтингу сразу нескольких известных сайтов. Все как один отовсюду кричат, что это лучший фильм Марвел, но я с этим не согласен. Мне лично фильм тоже безумно понравился, в нем прекрасно абсолютно все, но чисто по эмоциям тот же Тор Рагнарек мне понравился намного больше. Черная пантера это один из самых самостоятельных фильмов Марвел, действия которого происходят практически в одной лишь Ваканде. Поэтому все детали и персонажи фильма раскрыты максимально детально. Плюс здесь еще безусловно один из лучших антагонистов Марвел с идеальной мотивацией, да и все остальное тоже на высоте. В общем, повторюсь, идеальный фильм, но финальное эмоциональное впечатление не дает мне права называть его лучшим. Дальше я буду говорить еще короче. Три Билборда на границе Эббинга Миссури. Замечательные фильмы по всем параметрам. Своих Оскаров и многочисленных наград он точно заслуживает. Актерская игра на высоте, все персонажи раскрыты и история каждого из них доведена до самого конца. В финале, конечно, можно сказать, что есть такое неприятное чувство недосказанности, но учитывая то, как развивается сюжет, несложно догадаться, что фильм и не должен был раскрывать всех деталей. Прошлого. Очень плохие мамочки 2 и Кто в доме папа 2. Два абсолютно одинаковых фильма, после просмотра которых мне даже захотелось отдельное видео записать о современной несправедливости. Ведь фильмы и вправду не просто похожи, а как будто сделаны под копирку. Только в одной картине у нас затрагиваются взаимоотношения дочерей и матерей, а во втором сыновей и отцов. Финалы у фильмов одинаковые, мораль банальна, но она хотя бы есть. И опять же таки, она тоже одинаковая, что там, что там. Пошлых шуток в фильмах где-то тоже одинаковое количество, некоторые крайне тупые, а с некоторых реально можно посмеяться. Ну и в общем, все остальное, как обычно, на любителя. Но суть тут в чем? Скажешь что-то плохое в сторону фильма про женщин, тебя назовут сексистом, обвинят в домогательствах, уволят с работы и просто загнобят. А скажешь что-то плохое в сторону фильма про мужиков, ну и как бы насрать вообще. Поэтому фильмы плохие мамочки на удивление общественностью был принят нормально, а плохие папочки были смешаны с дерьмом и награждены рекордно низкими рейтингами на всех киноресурсах. Ну а я в свою очередь скажу, что оба фильма одинаково проходные. Женись на мне, чувак. Очередная комедия от французов, которые ежегодно выпускают по одному фильму. В этот раз они затронули тему геев и получилось у них хреново. Я как бы человек толерантный, иначе бы я фильм вообще не смотрел. Но в отличие от их прошлых фильмов, в этом было уж слишком много тупости. Иногда прям рука уставала фейспалмы делать. Ну и еще меня всегда раздражало количество вранья в их фильмах, которые извергали все главные герои. Так вот здесь они тоже выдали его рекордное количество. Вранья здесь так много, что меня просто тошнило от всего этого. Поэтому я считаю фильм хреновым. Мы монстры. Обычный проходной мультфильм на один раз. Порадовала лишь анимация. Все остальное вполне обычное. Маршалл. Прекрасный фильм с черной пантерой в главной роли. В центре сюжета два адвоката, которые борются за права черного в очень сложном деле. И из-за этого испытывают множество сложностей. Сюжет, актерская игра, диалоги. Все на высоте. Фильм вроде как прошел мимо русских кинотеатров. Но я бы вам все же рекомендовал его посмотреть. Акты насилия. Учитывая то, что Брюс Уиллис, если кто не знал, ежегодно снимается в десятке малобюджетных ноунейм высеров. Я с гордостью заявляю, что Акты насилия это его лучшая работа за последние годы. Фильм до ужаса клишированный. Но по крайней мере тупости в нем почти нет. Фейспалмы делать не хочется и за происходящим интересно наблюдать. По сюжету здесь, кстати, братья будут отбивать свою похищенную сестру у местных банд. Эсфин в королевстве троллей. Европейский фильм-сказка про гигантского тролля и принцессу. Пожалуй, я пишу этот фильм и тремя словами. Дешево, банально, но смотрибельно. Голем. Фильм рассказывает о расследовании загадочных убийств в Лондоне. В принципе, смотреть можно, но мне было очень скучно. Еле-еле досмотрел до конца, чтобы не уснуть. Атлантида. Полнейшая бредятина, без логики и здравого смысла. Абсолютно все поступки главных героев крайне тупы. Я с трудом досмотрел этот фильм до конца и чуть не проблевался. Тот самый редкий случай, когда фильм мне очень и очень сильно не понравился. Профессор Марстон и Чудо-женщины. Сразу говорю, что этот фильм один из лучших, что я посмотрел за последнее время. Рекомендую его абсолютно всем. Ведь картина рассказывает реальную историю создания комикса о Чудо-женщине. Серьезно, даже углубляться не буду. Очень интересный фильм, который цепляет тебя сюжетом в самом начале и не отпускает до самого конца. Сильнее. Это еще один фильм, который основан на реальных событиях. В центре сюжета парень, который пошел на марафон, дабы поддержать свою подругу. Но там случился теракт и он потерял ноги. Фильм учит нас никогда не сдаваться, верить в себя и добиваться своих целей, в каком бы состоянии ты ни находился. Джейк Джилленхол со своей ролью справился на отлично. И фильм очень даже хороший. Последний взмах флага. Это очень простой фильм о трех военных товарищах, которые прошли через Вьетнам. Но на старости лет у одного из старых друзей сын погибает в Афганистане. И они втроем собираются вместе, дабы доставить его тело домой через всю страну. В процессе этого они много философствуют и рассуждают о своей жизни. Поэтому фильм не для всех. Но лично мне он понравился. Мама и папа. Николас Кейдж, как и Брюс Уиллис, последнее время снимается в одном лишь кале. Но это на удивление тоже одна из его лучших последних ролей. По сюжету внезапно все родители во что бы то ни стало хотят убить своих детей. И собственно делают это. Поэтому здесь много кровища, трэша и веселья. Я посмотрел и кайфанул. Скрюченный домишко. Просто очень скучный фильм. Серьезно, даже вспоминать не хочу про что он. Дом на продажу. Это один из худших фильмов, что я посмотрел в этом году. По сюжету у семьи умирает отец и мать с сыном от безысходности переезжают жить в дом сестры. Который выставлен на продажу. Переехав в дом, герои начинают замечать какие-то странные вещи. Они думают, что в доме кто-то есть еще. Непонятная фигня происходит до самого конца фильма, а потом их убивают. И поверьте, вообще насратье на то, что это только что был спойлер. Ибо кто за ними следил, зачем и с какой целью, мы так и не узнаем. Лицо убийцы так и не покажут. Фильм закончится на ровном месте и не ответит ни на один вопрос. Такого чувства недосказанности я еще, наверное, никогда не испытывал. После увиденного финала, мне этот высер даже фильмом сложно назвать. Джунгли. Годнота. Рекомендую. 1922. Отличный фильм от Netflix. Рекомендую. Цепной пес. Фильмы про бойцовских собак, ограбление банка и не только. Косяков много, но посмотреть можно. Украденный. Неплохой фильм для разового просмотра, который затащила главная героиня. Впадина в земле. Банально, местами скучно, но смотрибельно. Посмотреть один раз можно. Хижина. Слишком религиозный фильм. Прям слишком. Иногда я даже хотел выключить, не досмотрев до конца, потому что, ну, очень все притянуто за уши. Атеистам и агностикам точно не рекомендую. Я пожалел, что посмотрел. А он, между прочим, два с половиной часа идет. Дыши ради нас. 10 из 10. Один из лучших фильмов ушедшего года, который, кстати, основан на реальных событиях. Битва полов. Феминистки точно оценят, а мне тут больше и добавить нечего. Ну, кроме того, что Эмма Стоун даже в таком образе безумно привлекательна. 9.11. Малобюджетный фильм про нескольких случайных людей, которые застряли в одной из башен близнецов во время теракта. Действия фильма происходят в одном лифте. Персонажи раскрыты хорошо, эмоциям веришь, поэтому и фильм получился очень даже хорошим. 10. Детройт. В целом, неплохой фильм про нетерпимость к чернокожим жителям США в 70-е годы. Но, к сожалению, он уж слишком затянут. По факту, в центре сюжета одно событие, которое спокойно вмещается в час, если даже не меньше. Но фильм идет в три часа. Это очень долго, а фильму практически нечего показывать, поэтому местами было очень скучно. 11. Единственный живой парень в Нью-Йорке. Такой прям жирнющий проходняк и очень средняя мелодрама. 12. Полуночный человек. Сложно, конечно, раскидываться столь громкими заявлениями, но это, пожалуй, самый тупой хоррор из всех, что я видел. Поступки, которые совершали в фильме герои, они настолько тупые, что мне даже сложно это описать. Как минимум, фильм стоит посмотреть только из-за этого. Мне кажется, вы тоже настолько тупых моментов еще никогда не видели. 13. Жги. Один из лучших русских фильмов 2017 года и вообще, наверное, последних лет пяти. От меня твердая десяточка. 14. Прощай, Кристофер Робин. Отличный фильм и биография создателя всеми известного мультфильма про Винни-Пуха. 15. Безбашенные. Это как команда А, только от европейцев. В общем, отличный боевик с достойным экшеном и даже неплохим сюжетом. 16. Между нами горы. Сильная картина о выживании в тяжелых условиях и любви. Я смотрел весь фильм и готов был поставить ему твердую десяточку. Но финал меня огорчил. Любовная линия, как по мне, получилась крайне глупой. 16. Убить за лайк. Неплохой американский трешак про убийство подростков. 17. Виселица. Очень средняя детективная история, которую вытаскивает на себе шикарный актер Аль Пачино. 18. Лего-ниндзяго фильм. Ну, здесь я безоружен. Лего-фильмы, как всегда, прекрасны. 17. Семь сестер. 18. Фильм с безумно свежей идеей, отличной реализацией, актерской игрой, визуалом и многим другим. Он мне очень понравился, вот только с финальным посылом я в корне не согласен. 18. Пила-8. Ну, что тут сказать. Сюжет фильма максимально высосан из пальца. 18. Этой истории вообще не должно было быть. 19. Но черт возьми, это уже восьмой фильм, но они все равно в конце умудряются все так закрутить, что я до сих пор в шоке от финала. 19. Это было здорово. Я даже жду продолжения. 20. Уотергейт. Крушение Белого дома. Очень скучное кинцо. 21. Дом. Неплохая трешовая комедия на один раз. 22. Коматозники. Ну, это еще один фильм, от которого у меня знатно бомбануло. Скажу так, тупо, неинтересно, отвратительно и безумно нелогично. Итого, сегодня я рассказал вам о 40 фильмах, которые я посмотрел в этом году. Если вы что-то из мною перечисленных фильмов смотрели, то оставляйте свое мнение о фильмах в комментариях. Ну, а если нет, то можете подобрать себе парочку фильмов и глянуть их. Что-то из списка вам однозначно понравится. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Там вы найдете много интересных новостей по фильмам, играм и сериалам. Всем удачи, друзья, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok